Первый раз меня на футбольную площадку привел мой брат, не знаю, в лет 6 где-то. И так все закрутилось, завертелось. Он у меня тоже профессиональный футболист был. Он играл тоже в команде в дубле «Алане», играл в команде «Зенит-2». В Финляндии немного поиграл во второй лиге, поэтому... Но в связи с травмами и прочими делами у него не совсем сложилась футбольная карьера. Поэтому с первого касания мяча, как говорится, я полюбил эту игру и с тех пор ее очень люблю. Поработал около года, главный тренер команды стал меня привлекать в основную команду. Тогда запомнились очень трудные сборы. Мне было тогда всего лишь 17 лет, поэтому это очень сильно запомнилось. Конечно, есть некоторые моменты, которые изменились, но в большей степени осталось все так же. В связи с не совсем стабильной финансовой ситуацией и отсутствием, как говорится, задачи, некоторые ребята решили покинуть клуб. Я тоже решил это сделать, потому что хотел дальше расти как футболист и занимать высокие места. Обговорив, во-первых, со своей семьей, со своими представителями, решили, что продолжить в этом клубе карьеру будет правильным, потому что предложение поступило лично от главного тренера, это самое главное. Тем более, что клуб будет выступать в Еврокубках, и большие стоят цели и задачи перед этим клубом. Я знал, что Астана достаточно хорошо выступает в Еврокубках. В прошлом или позапрошлом году они, по-моему, первый раз вышли в плей-офф Лиги Европы. Знаю, что это достаточно крепкий чемпионат, потому что выступая за другие команды, мы играли на сборах с казахстанскими командами, и поэтому знаю их силу. Честно говоря, это более не очень. Он многое знал, но как только решили, что я перехожу в этот клуб, то стал поподробнее изучать клуб и команду и все прочее, связанное с этим клубом. Очень интенсивный тренировочный процесс, тяжелейшие нагрузки, которые очень нелегко переносить, но это нужно для того, чтобы хорошо подготовиться к сезону и стичь своих целей. Идет период адаптации, узнаю своих партнеров по команде, общаюсь со своим соседом Эмилем Балаевым. Так еще есть свои знакомые, это Витя Дмитренко, который я выступал в Краснодаре, он знает моих одноклубников бывших, поэтому через знакомых мы тоже знакомы с ним. Как говорит наш тренер, самые высокие задачи, главное помогать этому клубу добиваться своих целей, побольше играть и прогрессировать в личном плане. КОНЕЦ